В региональном центре по связям с общественностью 7 июня состоялся семинар с руководителями детских и молодежных общественных организаций Омской области. 16 объединений получили от регионального министерства по делам молодежи, физической культуры и спорта сертификаты на предоставление субсидий из областного бюджета. Общий объем средств в этом году составил 1 миллион рублей. Думаю, что для любой общественной организации поддержка важна, потому что уже сейчас у нас более 4 тысяч молодых бойцов, которые уже готовы трудиться, ехать на различные объекты нашей страны. И, конечно же, важно привлечь их, как-то организовать их работу и отправить их на объекты. Наша молодежная организация – это, по сути дела, вожатский отряд палаточного лагеря «Зурбаган». В этом году лагерю 25 лет, и поэтому конкретно эту субсидию мы просили на помощь при подготовке вожатых. Вожатский отряд работает в течение всего года. Готовим ребят из разных вузов, из разных средних специальных учебных заведений. То есть такая сборная компания у нас. Также в рамках семинара прошла презентация проектов, реализованных в 2017 году за счет субсидий. С информационными докладами выступили представители ведомств, молодежных организаций и объединений. Озвучен план мероприятий, приуроченных в Году добровольца в России. Представлена форумная компания 2018 года. Общение получилось живым, а договоренности о сотрудничестве объединений в рамках проектов очевидными. Ребята, с которыми мы сегодня встретились, натолкнули намного интересных мыслей. Но самое главное, что мы будем проводить молодежный форум Бритм, который вернулся к нашему большой радости. И, собственно, достойно принимать всех участников Года добровольца в России. Потому что очень много к нам приезжает людей в гости, мы куда-то ездим. И вот эта встреча, наверное, позволила нам собрать всю информацию о Годе добровольца в России. Возможность общения и возможность диалога с представителями общественных объединений – это всегда очень хорошая возможность для того, чтобы сделать для себя определенные выводы в своей деятельности, скорректировать вектор работы и, наверное, получить обратную связь о тех мерах поддержки, которые реализуются о том, что более востребовано, на чем необходимо сделать акцент и что необходимо скорректировать. Поэтому это очень всегда важно для работы.